Приветствую всех на моем канале! Сегодня я буду декорировать очередной торт. В этот раз он будет для девочки. Для начала приготовим крем-чиз для обмазки. У меня здесь крем-сыр Филадельфия. Добавляю жирные сливки. И сахарную пудру. Сначала перемешаю немножко, чтобы не летели брызги. А потом будем взбивать миксером. Дальше взбиваем миксером всё. Вот такой густотый крем получается. Хорошо держит форму. Теперь можем обмазывать торт. Торт я испекла накануне, то есть вчера вечером. Отправила его в холодильник, чтобы он стабилизировался. Сейчас достаю и буду декорировать. Итак, торт я достаю из холодильника. Обмотала пищевой плёнкой, чтобы в холодильнике торт не набрал посторонних запахов от еды. Очень хорошо изолировала его. Так как у меня в холодильнике много ароматных сыров. Поэтому я стараюсь всегда торт изолировать хорошо. За ночь он очень хорошо пропитался. Вот такие вот мягкие короши получились. Это у меня шоколадный медовик Спартак. Торт Спартак. Как приготовить такой торт, видео есть у меня на канале. Ссылку оставлю внизу под видео. Для того, чтобы наш тортик не катался, наверное, мы поставим вот этой стороной, здесь вот полиром. Немножко крема на дно. Прижимаем. Теперь обмазываем. Я сделала черновую обмазку. Теперь отправляю на несколько часов в холодильник для стабилизации. Торт простоял час в холодильнике. Немножко стабилизировался. Сейчас я хочу покрыть финишем его. Для этого я беру крем-чиз. Все тот же крем-чиз. Только немножко хочу его подкрасить в розовый цвет. Добавляю красный краситель. Совсем чуть-чуть. И перемешиваем. Для того, чтобы получился более однородный цвет, наверное, воспользуемся миксером. Мало цвета. Чуть-чуть-чуть. Вот такой цвет. Я думаю, он будет хороший. И теперь обмазываем торт. Финишную обмазку я сделала. Теперь хочу немножко декорировать. Хочу отсадить вот такие вот шапочки. Не хочу делать на весь торт, так как впереди еще будет свеча. Сделаю только несколько вот таких с одной стороны. Есть такие вот меренги у меня. Вот такой топпер поставим. Здесь написано «Поздравляю». Так как у нас есть цифра золотистого, золотого цвета, то это я хочу немножко придавить. Золото немножко добавить на топперс. Золотой кандурин я развела с крепким алкоголем. И окрашиваю саму надпись. Разводить кандурин надо всегда с алкоголем. Так как алкоголь быстро испаряется, а золот остается. Тем более, если рисуете по айсингу. Если это будет вода, то сахар растает от воды. Так как айсинг у нас из сахарной пудры состоит. Айсинг растает, потечет. Делать это надо только с алкоголем крепким. Я беру водку. Также у меня есть такой медвежонок. Я ему тоже хочу придать золотого цвета, чтобы он был в общую тематику. Медвежонок я сделала из темперированного шоколада белого. Чтобы наш медвежонок не выбивался из общего декора. Я хочу, чтобы видно было, что это для девочки. Хочу его посадить на кусочек крема. Вот такую бабочку. Посадим его здесь. И рядом будет еще. И здесь оставим место для цифры. Немножко дорисуем. Сделаем вот такие вот брызги. Добавим. Совсем немножко, чтобы в общей тематике было. Немножко пейзажиков добавим. У меня есть маршмеллоу. Вот так вставляю в маршмеллоу снизу зубочистку. Вот так в торт. Вкалываю в торт. Также можно добавить несколько вот таких нежных перышек. Дальше в контурин я добавила немножко больше алкоголя. Сейчас вот такие брызгами хочу сделать. Разрезаю вот так ножницами. И вот так еще можно вставить. Также у меня есть вот такие вот цветочки посыпка. Добавим несколько здесь сбоку. и остальные сверху вот тут можно добавить. розовенькую. Оставим место для свечей. Вот такое вот ванильно-запирное розовое облачко у меня получилось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До скорых встреч.